здравствуйте дорогие подписчики у нас сегодня будет история из шри вишну пураны из священной пураны книга 3 вот сама история называется эту историю упоминал свое время шримаджи богосламе история царей шададхана из да из шри вишну пураны мы разберем эту историю и это при эта история будет удивительным примером во-первых и реинкарнации вот но в большей степени мы сможем понять что такое настоящая любовь на что готов готова душа ради своих своей преданности супружеской да и каким образом разворачиваются отношения спустя даже жизни то есть череда реинкарнации жизни в жизнь когда душа перевоплощается вот как проявляет себя чувство настоящей любви именно духовной любви не тех чувств которые мы сейчас именуем подразумевая под любовью да у нас сегодня одна любовь завтра другая любовь завтра третий любовь вот и мы мы все это называем любовью конечно же это не любовь это просто страсть эмоции какие-то чувства кармические связи не более но что такое любовь я думаю мы сможем отследить именно в этой истории и здесь также будет очень поучительная история связанная с влиянием так называемой майевады многие до сих пор не понимают да и вайшнавы в том числе они не очень но им собственно и не надо естественно достаточно им как бы достаточно их собственного учения но поскольку у меня есть опыт связанный с моей воды то я могу этим опытом поделиться но ценностью данного опыта опыта будет упоминанием священных писаниях именно кармических реакций которые возникают на данное учение понимаете это очень важное знание вот относительно самой моей воды к моей воде по структуре самого самого учения относятся некоторые шиваитские традиции учение адвайты нео адвайты дать те знания которые давал допустим ошарадшниш богован рожниш интереснейшей историей является историям шри рамакришны шри рамакришны вот и он долгое время поклонялся богине кали и одно время богиня кали да и он соблюдал бракмачари он был величайшим аскетом да то есть он отрицал и собственно все отношения любовь и все такое да и однажды богиня кали послала условно говоря свою сестру чтобы достала супругой рамакришны но рамакришна отверг да и поскольку это женщина супруга она пришла будучи богиней рамакришна и отверг у них не было отношений и богиня кали в наказание за это она послала ему духовного учителя татапури и тот начал учить его знанием связанным с моей воды именно с моей воды то есть богиня кали таким образом что сделала его наказала а вот и считается в священном писании говорится да что в истории самого описывается что якобы рамакришна достиг просветления благодаря этому пути и это действительно так но в то же самое время почему же мая вада упоминается в священном писании как учение оно естественно нужно оно нужно потому что данное учение оно привлекает определенный типаж скажем так не самой лучшей кармой да то есть если посмотреть на практиков связанных с моей вадой то они все как бы это выразить витают в облаках они ничего не реализовали то есть это такие глубокие философы которые в угоду своей великой значимости своей гордыни да могут все объяснить именуя все брахманом вот что все возникло из пустоты что природой всех явлений является наш ум что все возникает из ума а вот и что управлять можно все умом что это все сон и так далее и так далее я думаю что мы все так или иначе сталкивались с этим учением в священном писании писаниях оно в шиваитских писаниях в томасичных писаниях куранах связанных с тамагуной эти это знание является подлинным настоящим а вот в вайшнавской традиции в писаниях связанных с сатвагуной это учение именуется ложным вот такой вот своего рода парадокс да одна часть ведической традиции упоминает как великое учение да вот другая часть традиции упоминает как ложное но на самом деле все связано с гуной который в которой пребывает учение тамагуна считается низшей низшая форма ведических знаний тамасичные писания и естественно даже думаю собственно нам всем понятно да что если высшей гуной является сатва гуной гуна и сатва гуна говорит что майавада это ложное учение а тамасичное учение в гуне тамаса вот говорит что это высшее и лучшее учение да то мы можем сделать выводы что это сделано все умышленно да то есть эти знания даны таким образом умышленно для того чтобы каждая душа с определенной кармой находила не на свою нишу духовном развитии это универсия это универсализм определенный в традиции ведической традиции дата чем говорится что там ведом допустим упоминают как да или наоборот индию часто упоминают как страну тысячи религий вот почему потому что сама традиция она дана для человека не человек для традиции а традиция для человека и каждый может найти то что ему подходит вот мы знаем да допустим есть на планете другие духовные традиции и они не воспринимаются людьми некоторыми людьми они не воспринимаются они вас ну как бы они не подходят для большинства людей чем это связано это связано с тем что мы все разные так вот духовная традиция индуизма она дана таким образом что каждый может найти то что то что ему подходит и моя вода это тоже учение которое должно быть вот со своими минусами со своими проблемами но оно должно быть как то давно жил царь по имени шататхану женой шататхану была шайбья очень благочестивая эстетичная женщина шайбья была наделена очень многими добродетелями она была очень предана своему мужу она занималась благотворительностью а также была очень честной и скромной и искренней каждый день царь шататхану царица шайбья поклонялись господу джанардане верховному господу шри вишну они практиковали медитацию огненные жертвоприношения они возносили молитвы постились очень много жертвовали брахмана они посвящали все свое свободное время лишь поклонению господу вишну и икантика бхакти да то есть преданному служению однажды шататхану царица шайбья постились день полную полной луны месяца картика да то есть это был икадаш икадаши кстати скоро будет икадаши он после послезавтра уже будет встреча царя шататхану с моей а так история называется встреча царя шататхану с мая вади и ненужная вежливость когда они принимали омовение в реке хагиратхи они увидели как к ним приближается мая вади но визуально естественно отличить мая вади довольно сложно да то есть но если допустим этот мая вади принадлежит какой-то школе на нем есть какие-то символы символы принадлежности к школе допустим эта традиция принадлежит довольно известному духовному учителю прошлого шангарачари да и каждая традиция в которой который организовал объединил в себе шангарачарья вот каждая условно говоря сам продаем они обладают определенной символикой да у них разные символы на лбу наносятся некоторые шиваитами являются некоторыми там являются тантриками и по этим символом можно судить что это это человек мая вади вот и они увидели на самом деле отличить мая вади от обычного человека от обычного пхакты довольно сложно визуально если у нас есть духовное зрение то визуально можно отличить по состоянию по определенным проблемным состоянием внутри духовного тела да то есть у моей вади очень низкий уровень энергии независимо от энергии они очень часто находятся в состоянии такого вампиризма само учение она очень 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 глубоко насыщает наше сознание концептуальным пониманием того что все действительно иллюзия но данное учение не дает каких-то реализации и в этом состоянии заблуждения человек испытывает недостаток энергии недостаток жизненных каких-то способностей недостаток удовлетворенности от своей жизни вот там довольно много этих подобных состояний и и в астральном теле это все можно видеть да то есть это довольно отличимо внешне не внешне а посредством духовного зрения простите так они соответственно в к даши совершали омовение в реке бхагиратхи они видели как не приближается майеваде этот майеваде был другом друга царя который обучал шататхану военному делу то есть у него был духовный учитель по каким-то к шатрийским наукам стрельба из лука например но этого учителя был друг и только по этой причине из уважения к своему учителю вот он с уважением отнесся к этому другу далее царя шататхану не хотел показаться невежливым поэтому он заговорил с майеваде но царица шайбья вообще не стала говорить с еретиком ну то есть традиции индуизма те кто следует трудно у нас в полной мере следует традиции вишневизма да они прекрасно понимают что майеваде это еретики это люди которые носят философию довольно ложную и проблемную мы кстати не ругаем него не выясняем кто плохой кто хороший мы разбираем только лишь самую историю месяц картика является одним из самых важнейших месяцев для всех вайшнау и шайбья понимала что во время поста она вообще не должна общаться с майеваде прочими еретиками это на самом деле друзья мои это на самом деле в традиции индуизма довольно распространенное знание но учитывая то что сейчас даже в самой индии люди не очень-то следует традиции да они большинство случаев просто не не обладают но раньше преданные были очень требовательны к себе и естественно они соблюдали данное правило в некоторых священных писаниях говорится что майеваде последователей ложных пустотных концепций пустотных учений вот чем-то само учение майеваде оно также напоминает традицию буддизма но я бы даже сказал что это вот буддизм является именно учение майеваде вот да то есть то что мы перечислили это адвайта нео-адвайта а вот традиция шиваизма в его самом глубинном аспекте потому что в шиваизме тоже есть путь в хакте вот хотя в принципе да можно сказать что это все мои воде а вот есть еще определенное направление они менее известны на думаю что нам самое главное понять суть вот суть этой философии буддизм отрицает наличие этого мира он говорит что этот мир пустот это это сон а вот и в этом сне если следовать за всеми этими внешними миражами мы так и останемся и всем допустим буддисты или все последователи традиции адвайта они все хотят выйти из этого мира выйти обретя просветление обретя когда реализацию а вот и да это действительно является частью традиции этот мир для них он пагубен он является для них ловушкой он является тюрьмой для них они такие описываются еще не писания так и описывается что это ловушка что это тюрьма что этот мир полон страданий что да и так далее В традиции вайшнавизма существует тоже подобное описание, что этот мир тоже полон страданий, но существует Господь, и с помощью духовной практики можно контролировать все процессы, которые происходят в нашей судьбе. Благодаря духовной практике и благодаря Господу можно подниматься в духовные миры, обретая также реализацию. По сути, моя вада, она больше зациклена на определенном эгоизме, на эго человека. И это учение очень нравится, потому что оно льстит самой душе. Мы понимаем, что раз я умом могу, раз я это все проецирую, значит я могу контролировать, значит я могу управлять. И вот они годами, десятилетиями пытаются этим управлять, умом проецировать. Хотя это ложная концепция. Как-то недавно нам гости приехали, мы общались, и в мою сторону были высказаны такие, исключительно в традиции моей вады, высказывания, типа, ну все, что вы рассказываете, это же ваше восприятие, это ваше мышление, это ваша интерпретация. Но у других людей другое восприятие, да? И получается так, что ваша интерпретация, она ложная, потому что она только ваша. Это же только вы так видите, понимаете? То есть, причем все, что я делаю, то есть сама традиция использовалась таким образом, знание, да, что все, что я делаю, это ложное. Это, как бы это сказать, это проецируется только внутри меня, это видение только мое, да, то есть при этом не учитывается, что эти видения, они полностью соответствуют наставлению ведической традиции, да? Вот. Я вижу те формы, которые точно таким же образом описывают святые в священных писаниях, формы именно Господа, да, Кришны, допустим, Джаганадху, когда было несколько видений. Он описывается именно таким образом, как и он описан в священном... Ну, то есть я вижу его таким образом, как он описан в священном писаниях. Причем видения сначала... Бывает так, что видения сначала случаются, а потом спустя год или полгода я нахожу описание, и я говорю, о-о-о, так я, оказывается, я именно так и видел. Вот. Причем это не учитывается, да, то есть говорится, что это тоже были кем-то написаны, это тоже восприятие какого-то человека, да? Так вот, к чему я говорю? Я не ругаю. На самом деле, это настолько банальная, смешная для меня была ситуация. Этот человек, с которым я общался, он находился в состоянии заболевания. Он болел. И болезни довольно серьезные были. Я смотрел, и из уважения я просто промолчал. Я перестал общаться на эту тему. Я смотрю, ну, я понимаю, что этот человек, на самом деле, он даже в гости приехал ради того, что я подумал, что, ну, раз он просится, да, и раз он хочет пообщаться, да, а мы довольно давно знакомы, вот, может, я смогу помочь как-то йогой вылечить организм, привести в состояние более-менее комфортного здоровья его физическое тело, да, и мы вот на основе этого общения. Я перестал общаться. Я смотрел на него и думаю, вот почему эти люди, они используют знания выборочно? Да, почему ты не применяешь это знание к самому себе? Почему ко мне? Да, ну, ты приехал ко мне в гости, ты хочешь, ты знаешь, что у меня есть какие-то знания, я могу с тобой поделиться. Я придерживаюсь этого пути уже там больше 30 лет. Это все работает в моем случае. Но ты приехал сказать, что это все какая-то иллюзия, и все это только в моем восприятии происходит. Но при этом эти же знания не используются к самому носителю, да, то есть он не сказал, что его восприятие, реальность или видение меня самого – это тоже иллюзия. Понимаете? То есть оно настолько выборочно используется, когда, допустим, то, что я говорю или то, что я делаю, это все иллюзия, а жизнь этого человека не является иллюзией. Понимаете? Жизнь этого человека является реальностью, и в случае его самого виновны все вокруг, но только не он сам. Я слушал эту глупость, да, и думал, зачем было переться в такую дальнюю, чтобы приехать ко мне и в первый же вечер вот так вот пытаться меня поставить на место. Зачем это? Вот какой смысл в этом, да? Но если это все иллюзия, то твоя болезнь тоже иллюзия. Зачем ты от нее страдаешь? Возьми да исправи эту болезнь. Если это иллюзия, и у тебя там трудности в судьбе, ну так это же из твоего ума проявляется, то ты же сам проявляешь. Ну так возьми, исправи эти трудности. Чего ты приперся ко мне ради того, чтобы меня строить, меня каким-то образом… Я не страдаю, я не просил, я не требовал каких-то наставлений, знаю, мне вообще это не нужно. Я исключительно решил проявить какую-то, знаете, такую заботу, милосердие для того, чтобы помочь человеку привести свое тело в состояние здоровья. Нет, он начинает меня… Да ты себе сначала помоги, как бы там… Видно, что человек болен, видно, что нездоровая кожа, нездоровые глаза, осанка, дыхание какое-то странное, знаете, вообще тело пахнет уже каким-то таким странным состоянием. Я не буду, да, чтобы никого не обижать, это не мое дело, не мои проблемы, но я на следующее утро подошел, сказал, на этом мы нашу дружбу заканчиваем, ты собираешься и уезжаешь. Вот, то есть, таков был мой опыт. Вот, поэтому сострадание на самом деле… Давайте, чем же закончилось, да, как здесь упомянуто? Из уважения, да, из уважения он заговорил с этим. Да, он не хотел показаться невежливым и заговорил с моей Ваней, просто заговорил, царь просто заговорил. Так, дальше. Так, сейчас найдут, постараюсь, друзья, подождите. Так, но царица Шайбия всегда вообще не стала говорить с еретиком, с этим моей Ваде. Месяц Картика является одним из самых важнейших месяцев для всех Вайшнаву. Шайбия понимала, что время поста, она вообще не должна общаться с моей Вадей и прочими еретиками. Да, ну, на самом деле, в Кадаши, священный день, да, день соблюдения поста, нужно заниматься исключительно духовной практикой. Нельзя отвлекаться на какие-то внешние раздражители, нельзя заниматься ничем, кроме духовной практики. Вот, и она это понимала. И тем более нельзя общаться с людьми, которые не принадлежат традиции, да, то есть по возможности. Вот, это что касается нашей жизни. Но она, но ее супруг заговорил. Шайбия сосредоточилась на своей духовной аскезе, стала смотреть на солнце. Затем царь Шататхану и царица Шайбия вернулась домой и полностью погрузились в поклонение Верховного Господа Шри Вишну. Относительно того, что здесь упоминается, она сосредоточилась на своей духовной аскезе, стала смотреть на солнце. Существуют практики, действительно, существуют практики, с помощью которых можно, ну, обретать духовную реализацию. И эти знания не противоречат самой Вашнамской традиции, да, они наоборот помогают. Они, по всей видимости, ну, допустим, я использую йогу. Вот, они использовали практики созерцания солнца, наверное. Но это довольно редкая и очень сложная практика. Если неправильно подходить к этой практике, можно выжечь глаза свои. В общем, такой момент. Так. Через некоторое время царь Шататхану умер и переродился. Да, после того, как он пообщался в Экадаши с Майеваде, он умер. Это тоже мы должны понимать, что подобное общение сразу ухудшает карму. И в Писании говорится, что через некоторое время он, его тело физическое умер, ну, началось сильно болеть, и он переродился. Но в следующей жизни, будучи набожным духовным царём, ведущим праведный образ жизни, соблюдающим все посты Экадаши, представляете, вот он соблюдал все Экадаши, но он переродился собакой. И переродился собака именно из-за того, что заговорил во время поста в месяц Картика. То есть он заговорил в Экадаши, и он заговорил в месяц Картика. Царица Шабия, наоборот, после смерти переродилась как дочь царя, который правил страной Каши. В своём новом рождении царица Шабия стала ещё более продвинутой, более того, напомнила о своей предыдущей жизни. Это тоже очень важный элемент. Память прошлых воплощений, она является ситхой, мистической способностью, которая проявляется как результат практик, связанных с областью третьего глаза. Далее. Царь Каши хотел устроить для дочери самый лучший брак, но Шабия вообще не хотела выходить замуж. Шабия знала, что царь Шадот Хану переродился с собакой и искала его. Однажды Шабия, да, то есть она не просто помнила о своей прошлой жизни. На самом деле способность помнить свои прошлые жизни – это способность выходить за пределы своего ума. Это очень хорошая, очень глубокая способность. Если человек обладает этой способностью, естественно, он может видеть посредством духовного зрения те события, которые происходят вокруг. И такой человек может заглядывать в будущее, заглядывать в прошлое, менять ход движения прошлого или будущего, да, то есть способность входить в архив Акаши. Вот, и способность найти душу, которая родственна, да, из прошлых воплощений. И вот она прекрасно знала, что ее… она помнила о своей прошлой жизни, она помнила, что она очень любила душу царя Шадот Хану, она хотела его найти. И она нашла его в теле собаки. Представляете, насколько она предана была своему мужу? Я почему и сказал, что это история о любви, да, то есть на самом деле… Мало кто способен на такой подвиг. Мы сейчас, женщины, часто мужчинами попользовались, и да ладно, следующего найдут, или следующего нашли себя, а этот уже не любовь. Хотя до этого там чувства, эмоции, любовь, вот, и все такое. А как только перестал, да, нравится, или что-то случилось, все, пошли к следующему. Теперь со следующим любовь. Ну, конечно, это все не любовь. Это любовь, не предыдущая, не любовь. Это все определенная иллюзия. Ну, или же самообман. Шайбе знала, что царь Шататхану переродился собакой и искала его. Однажды Шайбе отправилась в город Файдиша. Там она встретила собаку, в которой опознала бывшего царя Шататхану. Она одела свадебную гирлянду на шею этой собаки. Также организовала свадебную церемонию. Но царь Шататхану полностью погрузился в собачье существование, вообще ничего не понимал. Он разбрасывал изысканные свадебные блюда и вел себя, как собака. Но на самом деле, для чего она, Шайбе, да, эта женщина, для чего она организовала свадьбу? На самом деле, свадебные церемонии, которые выполняются в традиции индуизма, они обладают очень мощной духовной пробуждающей силой. И, выполняя свадебную церемонию, она его могла привязать, эту душу, да, и он бы в любом случае продолжил свое воплощение вместе с ней. То есть она его всячески хотела вытянуть даже из тела собаки. То есть, понимаем, да, благословение от брака традиции индуизма таково, что душа привязывается, связывается на очень долгое время. И таким образом она хотела использовать это благословение. Но царь Шататхану в теле собаки, да, он уже настолько погрузился в свои собачьи проблемы, что вел себя, ну, как собака. Лаял, бегал по тарелкам, разбрасывал еду, там, чесался ногой за ухом, вот, и так далее. Там, грыз, да, выгрызал в шею или блох у себя на теле. Вот. И она была очень сильно удивлена. Но она понимала, что, естественно, деградация в теле животного, да, сама по себе энергия тамагуны, она очень тяжелая. Видев то, насколько сильно деградировал Шататхану, Шайпе обратилась к нему, к собаке со следующими словами. Пожалуйста, вспомни свою прошлую жизнь, предыдущую жизнь. Бывший царь Шататхану из-за своей глупой и неуместной месяц картики вежливости ты заговорил с Майевари, находясь при этом в священной реке в Хагирадхе, и из-за этого переродился с собакой. Но здесь тоже очень важный момент. Когда мы выполняем духовные практики, мы не должны ни на что отвлекаться, потому что само следование духовной традиции дает благословение. А если наш ум где-то витает, естественно, мы накапливаем неблагоприятные кармы. Вот, собственно, что и случилось. Поэтому во время практики отвлекаться нельзя. Нельзя заговаривать, нельзя куда-то уходить, не надо чем-то заниматься лишним. После этих слов царь Шататхану сразу вспомнил всё то, что случилось с ним в прошлой жизни. Но стыд, раскаяние были так сильны, что он тут же убежал. Некоторое время он бегал по пустыне, пока не умер и не переродился уже в теле шакала. Есть действительно такие люди, которые посредством речи могут пробуждать душу. Даже в таких не очень благостных телах, как в частности тело собаки, этой способностью часто пользуются духовные учителя, духовные лидеры. Когда они общаются, они не общаются с нашими умами, они общаются с нашими духовными телами. И они как бы привлекают нас не за счёт того, что мы понимаем или то, что мы знаем. Бесспорно, лекция должна, допустим, проводиться на уровне сознания. Они тянут нашу духовную сущность, чтобы мы, прицепившись, привязавшись за счёт своего духовного тела, в последующем развивались уже на духовном пути, развивая свои духовные качества в первую очередь, а не интеллектуальные. И вот царь Шататхану переродился в теле шакала. Благодаря своим ситхам царица Шайбия знала, что Шататхану теперь переродился в теле шакала и обитает в районе гор Калахала. Шайбия отправилась в горы и нашла этого шакала. Шайбия сказала, шакалу, в прошлом году я нашла тебя в теле собаки, но ты убежал, умер и переродился в теле шакала. В позапрошлой жизни ты заговорил с Майаваде во время поста в месяц Картика, из-за этого греха ты стал перерождаться в телах животных. Неужели ты не помнишь? Когда она ему говорила, он действительно вспоминал, когда душа в теле животного, она переживала состояние стресса, и когда он начинал себя видеть, что он весь там бегает в каком-то невежественном теле, весь покрытый блохами, чешется ногой, ест всякую падаль. И ему стало не по себе от этого. И да, душа в состоянии сначала собаки, она испытала стресс, он убежал в состоянии раскаяния, в пустыне, и там, будучи в таком грубом состоянии, он умер. По сути, умер, потому что он не хотел не есть, он не хотел ничего делать, потому что… Да, то есть это такое состояние очень большого и раскаяния, и печали, глубокой печали. Но теперь он оказался в теле шакала, что, собственно, не лучше. Слова Шаби пронзили царя Шататхану в теле шакала, и он впал в очень болезненное состояние, перестал принимать пищу и через некоторое время умер. То есть он тоже, он пробудился даже в теле шакала, она его смогла пробудить. Следующим перерождением Шататхана перестало, теперь стало перерождение в теле волка. Представляете? Да, на этом всё ещё не закончилось. Кто-то мог бы подумать, что вот… Да, я думаю, что мы все подумали, что вот она там поможет в теле собаки, да, но, оказывается, история продолжается. Да, то есть она, будучи в состоянии любви и преданности, она искала душу Шататхану по телам животных и помогала ему таким образом выходить из этих тел, ну, пробуждая. Следующим перерождением Шататхану стало перерождение в теле волка. На этот раз Шабия нашла его в лесу, на самом деле ты не волк. Когда-то ты был царём Шататхану, но из-за греха общения с Майеваке ты перерождался в телах самых низших животных. Неужели ты ничего не помнишь? На этот раз царь Шататхан вспомнил всё, но с вами воспоминания были столь болезненные, что он оставил тело в волк и переродился в теле стервятника. Уже четвёртое тело – стервятник. Ну, на самом деле все формы, которые здесь упоминаются, они очень грубые, да, то есть, ну, казалось бы, да, даже, видите, даже не священная корова, не какой-то там священная птица, там, птица мира, голубь, да, он не переродился. Он переродился в низменных животных формах, из которых впоследствии в тело человека уже не вернутся. То есть из тела собаки, из тела волка, из тела шакала в тело человека вернутся проблематичные. Почему? Потому что в этих телах накапливается ещё более худшая карма. Понимаете? Волк съедает там зайчиков, убивает, собака там тоже ест всяких там, ну, живёт своей собачьей жизнью, накапливает дурную карму, ест всякую падаль, ну, естественно, она также убивает каких-то там мышей, и что она там ест, да. Хорошо, если она у кого-то там каким-то мопсом в квартире живёт, но такая вероятность, но всё равно её кормят мясом, понимаете, но всё равно накапливает неблагоприятную карму. Вот. И здесь, если посмотреть, да, то собака – это ещё более-менее хорошая форма, но тело шакала принять, да, или же там тело волка, тело стервятника, которое ест только падаль, вот, это очень, да, то есть на этом примере можно увидеть, что он уже скатывался всё ниже и ниже и ниже, да, то есть из тела стервятника он мог вообще там упасть в нижний мир, там мир, при этом какие-то там ревадские миры, накопил большое количество неблагоприятной кармы. Дальше. Шайбя нашла этого стервятника и сказала ему, «Царь, вспомни, кем ты являешься на самом деле, из-за греха общения с моей вадей, ты перерождаешься в телах нижних, нижних животных». К тому времени Шататхан уже полностью потерял истинное самоосознание, да, то есть его, благодаря тому, что его сознание соприкасалось с энергиями животных, воплощаясь в этих телах, в нечистых телах, он всё хуже и хуже начинал, то есть он в силу осквернения всё хуже и хуже себя самоосознавал, да, то есть уровни самоосознавания становились всё меньше и меньше в силу постоянных осквернений. К тому времени Шататхан уже полностью потерял истинное самоосознание. Следующим его перерождением после стервятника стало перерождение в теле вороны. Ворона как бы тоже не самая лучшая, сами понимаем, тело, в котором можно или же нужно воплотиться. Царица Шаби снова нашла его, обратилась к нему со следующими словами, «Сейчас из-за греха общения с моей вадей ты переродился в теле вороны, ерёшься с другими воронами, эти жалкие куски мяса, которые можно найти за те жалкие куски мяса, которые можно найти на земле». Но когда-то ты был царём Шататхана, царём, которому служили все остальные цари земли. Понимаете, какая величайшая душа. Естественно, в силу преданности Шаби она пыталась найти его, вернуть его. Вот что такое настоящая любовь, понимаете? Из тела в тело она постоянно его находила, постоянно ему помогала, при этом продолжала вести духовную практику. На этот раз царь Шататхану вспомнил всё, но раскаяние и боль снова были так сильны, что он опять умер и переродился в теле павлина. То есть уже пошёл процесс раскаяния, и тело павлина, оно более благостное, то есть это священная птица. Шаби нашла этого павлина и стала ухаживать за ним, как за павлином питомцем. «Царь Шататхану получил искупление от греха частично благодаря Ашваметхаяге». Это Ашваметхаяге, это служба, которая выполняется исключительно царями. Она очень дорогая и она делается один раз в жизни. И что же здесь происходило? В то время царь Каши, отец Шаби, то есть отец этой женщины, святой, решил провести Ашваметхаяге, жертвоприношение коня. Павлина, который когда-то давно, в предыдущем рождении, был царём Шататхану, искупали в водах, которые остались после жертвоприношения коня. Шальбия тоже принял омовение в этих водах и, увидев всё это, Павлин вспомнил, как он был царём Шататхану, как перерождался из-за греха общения с Майавадей. Но, увы, боль и раскаяние снова привели его к новому перерождению. На этот раз царю Шататхану повезло, он переродился в благочестивой семье. Здесь следует помнить о том, что у Шататхану была очень хорошая карма и очень хорошие сукрити, сукрити — это духовная сила, из-за того, что он совершал очень много благочестивой деятельности в прошлых человеческих рождениях. Поэтому Ашламедхаягья была одной из тех незначительных причин, которые послужили для Шататхану искуплением от греха. Если бы у Шататхану не было прошлой благочестивой кармы, то он даже не дошёл бы до Ашламедхаягья в теле павлина и застрял бы где-нибудь в водах. На самом деле, это примечание и оно подлинное. Я специально это зачитал, потому что это очень правильное объяснение. Здесь много факторов сыграли свою роль. Не только помощь Шабье, но ещё и благочестивая карма, которую накопил сам царь. То есть Шабье — это проявление его кармы. И, собственно, царь Шататхану — это проявление кармы Шабье. То есть это очень родственные души. И если, ну, для примера, в той же самой ситуации окажется любая другая душа, то, скорее всего, даже наставления Шабьи не помогут, потому что важно, чтобы это была чистая душа, чтобы он смог, чтобы его духовное тело срезонировало с наставлением Шабьи. Только таким образом это может получиться. А если просто ему сказать собаке, да сколько он вокруг нас собак бегает, сказать там, ты-то был духовным практиком, ты там был ленивым йогом, который там с 14-го года ходит к Вайраге на йогу и до сих пор не привёл тело в порядок и скинул лишний вес, не занимаешься йогой регулярно. И из-за этого как бы, но если такая душа останется на земле и переродится в следующей жизни собакой, то не факт, что для каждой из этих душ будет свой или своя Шабьи. Это невозможно. Или, допустим, если это мой ученик, то я, естественно, не буду ходить и говорить, ты там был ленивым учеником и так далее. Мне это зачем? Не хочет, не занимается, нет проблем. Вот. Духовный учитель не должен, да? Но здесь чувства, здесь любовь. Я почему говорю, что это любовь? Это настоящая любовь. Понимаете? Любовь к душе, самопредание какое-то, да? Так, дальше. Царица Шабьи вспомнила о том, что ее отец, царь Каши, очень хочет устроить свадьбу для нее, поэтому она рассказала отцу, чтобы он готовил церемонию. Царица Шабьи знала, что на этот раз она встретится с Шататханом уже в человеческом обличии, что он снова станет ее мужем. Обратите внимание на эту фразу, она знала, то есть она обладала духовным зрением, она видела будущее, она знала, что она сможет его найти и продолжить свою совместную духовную практику, свою любовь, свою жизнь с этой благочестивой душой. Они снова стали жить счастливо, а после смерти царя Каши Шататхану стал править страной под названием Байдеха. Царь Шататхану снова начал проводить яги, он стал заниматься благотворительностью и оставил после себя много сыновей к шатриям. Царь Шататхан был к шатриям, поэтому он умер во время сражения. Царица Шайве последовала за ним, вошла в погребальный костер. Не смотрите относительно того, что здесь описывается, что царица вошла в огонь после того, как умер ее супруг. На самом деле души на этом уровне, они контролируют эмоции, они не испытывают болезненных ощущений, то есть они могут свои эмоции отвести от органов чувств, войти в огонь, тело сгорит, а душа просто переродится в духовном мире. Это очень высокий уровень перерождения, и этот уход из материального мира могли позволить себе единицы, то есть это не было так, что там все это делали. Не думайте так. В основном, если муж уходил, то женщина доживала, одевала на себя белые одежды, белый цвет является траурным цветом, и в белых одеждах женщина доживала всю свою жизнь уже, будучи в состоянии траура. И дальше она уже оставляла тело в силу того, что тело просто состарилось и умерло. То есть это исключительная ситуация. Так они оба достигли Шри Вишну Локи, Локи, на которой никто не страдает и которая находится далеко за пределами таких материальных сверков, как Индра Лока и прочие Локи. Такова эта история, история про то, как важно не общаться с Майевадей, как важно соблюдать супружескую верность Шри Шримад Парашараму не продолжал. Таким образом, Майтрея, грех общения с Майевадей является действительно очень тяжелым. Как видишь, искупить этот грех Шадхану смог только после того, как его омыли в водах после жертвоприношения коня. Присутствия на жертвоприношении коня и мовения в водах после подобного жертвоприношения это действительно очень редкая удача. Ни в коем случае нельзя общаться с Майевадей, особенно во время постов как Хадаши. Если переводить дословно это примечание переводчика, то во время постов, во время следования практики толкания Верховному Господу Шри Вишну общение с Майевадей нужно исключить. То есть с Майевадей вообще нельзя общаться ни в какое время, никогда. Ну а последствия подобного общения я думаю мы уже осознали. всем джай до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok